всех приветствую продолжая ремонтировать машину венокенгу 2011 год 1.5 дизель экспресс 2 кузов вчера открутил болт шаровой этой шаровой болт шруса потом малость по малости дошел я полностью разобрал все это дело открутил шаровую снизу три болта на этой вот тяги саленблоков на рычаге этом открутил я три болта и вниз снял шаровую так как это хотел сразу вытянуть просто шаровую отсюда вот гнезда выкрутивший болт сейчас покажу болт этот видно вот этот болт вот хотел выкрутить сначала до выбить а потом раши все-таки чем выбивать гнезда того уже закрали в шага заржавевшего то лучше открутить легче болты эти три но откручивая их то без проблем а вот вынимать особо не получилось может из-за того что не снята стойка стабилизатора поперечной стойчивости или это ну люфт не таки свободный ход тогда у ступицы получаются может за стойки неудобно было снять скручивший всего лишь три болта что они не снимались получалось что шляпки болтов когда снимаешь не запираются в эту вот болт в этот конец а там у гайку получилось всяк выдрал короче пару болтов этот то центральный нелегко снимается вверх ходьёшь его а вот крайняя тут упираться получается болт край видно вот болт болт упираться с той стороны за болты гайка в гайку пират с этой стороны тоже вымучил на перекос вытянул болта ну и с той стороны ну если назад ставить думаю так легко не получится так что лучше всего когда делаете шуру снимаете или ту саму шару то лучше отсюда вытягивать с этой вот ставки вытащил отжав вниз отвел все единственное что будет пыльник открываться там пластина пластиковая такая стоит короче побачим я когда устанавливал шаровые то изначально срезал заклепки на заклепках было потом их отверстие засверлил сделал такую колодку туда чтобы заходила в эти отверстия и выколотил эти не снимающий рычага потом поставил да не так поставил вниз этими вверх гайками поставил как попроще и получилось что гайки эти мешали поворачивать и чтобы назад перекрутить их перевернуть вверх шляпками болты я кажется помнится мне что болт этот вытягивал когда его просто вытянуть этот болт не вынимающий снизу шаровую эту саму шаровую выкрутить и болт то эти болты три становятся спокойно сюда уже на тягу спокойно становятся а если это тот болт закручены то уже проблемно становится становится получается чтобы направить их трудно того что шляпки упираются одного болта крайнего шляпку болта упираться верхнего а второго крайнего шла шляпку этого не в шляпка в гайку болта упирать получается что не очень-то удобно выворачивать что они снял эту вот тягу поперечной устойчивости шарниры это а сейчас расскажу вымучился с ними два часа так и осталось это стойка стоять а дело в том что откручивалась сначала нормально потом пошло туговато и видно так свет отвернул малость он не мешал прожекторчик таким вот здесь под шестигранник получается у нас отверстие и всего лишь наверно 4 миллиметра и когда откручиваю стало трудно шестигранник пошел на излом выскочил короче сорвал грани и не открутилась я вой рассверливаю забивал туда уже больше шестигранник это отверстие все равно не то слетали еще и звездочку забивал тоже слетая это б если бы обратный этот вот что выкручивать остатки болтов да закрутил его так думаю тогда помогло такую штуку а часа уже хотел срезать эту стойку да новую купить принципе не сильно и дорогая но это надо ехать в райцентр день терять попутками и же автобусом тем самым я решил знать и сделать что она у нас тут уж и верится и с этой стороны позволяя пространство большое здесь такие вот толщины миллиметра 3 наверное даже около четырех вот на шаровой этой вот шар тут выступая а это вот где болт пошел видно в резьба и притулять так самому амортизатору в это ухо упор и 4 миллиметра диаметр я замерю 18 коробку со штангелем открывать диаметр у нас тут 18 с половиной она не видно короче 18 с половиной я хочу взять болгарка снять с одной стороны грань и со второй перекручу сниму грань одну напротив другой чтоб под ключ было вот это пространство сниму грани с двух сторон и открутим гайку при этом сохранивший в целости стойку ну и куплят нибудь и надо пока что придется почистить видно он уже пыльник сняты снизу страшила его или что короче это короче мучиться не будем во на пыльник и держится вылезла херня до общая вчера два часа про 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 это выскочила сама да видно вода внутри попала вода и видать уже выработка раз снялась ну еще папа башу все таки а грани сейчас заточу сюда сниму побачим этот способ эффективной линии если сама это вот тяга будет целая то аккуратно сточим сняли все тоже будет нормально ну теперь от жесткости ним а чтоб хорошо срезать ровненько ранее на это падает под ключ а если хай так вот торчить а сейчас аккуратненько грани сниму сниму грани открутим побачим действие способ этот нет ну я тут придется аккуратно выкрутить посмотреть наверное от растворировать уже не получится эту стойку будем много покупать все равно ну сниму резать не буду хай будет запчасть может пера это перебить сальники это вытащить второпластовую тулку не сальника вот где шарнир этот ходит вот вытащить втулку второпластовую забить новые да да будешь работать от реставрировать хай запчасть лежит запасе так что сейчас будем снимать гайку я ради этого и включился показать что получится у нас получится не получится ну посмотрим будем резать болгаркой аккумуляторной грани и вся проблема снять шута хотел с коробки он там коробки держится не на болтах а внутри где-то видно или стопор на кольцо или там короче какие-то зажим я глядя в специнструмент надо чтоб снять его ну или же можно вырвать но это надо масло с коробки сливать да и заботы я уже лучше вот этот вот хомут развальцую сниму да сниму пыльника тут запас есть пыльника ходы туда-сюда отведу его туда сначала потом эту часть этого привода привяжу к этой вот поперечной устойчивости балки возьму и попробуем шару эту шару шрус выбить хорошим будем снимать стойку руки освобождают то где она там болгаркой работать это восемнадцать с половиной буду резать под шестнадцатый крючку а да зотка спатиралась а уже не то хорошая жесткость и нема надо зафиксировать и у воперлась более-менее жестко и а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На 17 старый советский... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Не видно с той стороны, чтобы параллельно было... Чуть вверх... Чуть упал... Продолжение следует... 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 Ого, подзажатый, неплохо подзажатый, так, 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 надо закрепиться хорошо, чтобы не болталось еще, все, ого, а я хотел шестигранником забитым выкрутить, вот, бляха, светел ключик наш, оно и так крутится не хочет, наверное, когда шестигранники забивал, так развальцевал, не получится, с режем дающим, захочу отреставрировать, поставлю шар этот, с болтом, шар, шар с другой модели машины, там длиннейшая тяга, но шары одинаковые с резьбой, с болтами, не получится у нас это дело, наверное, надо на 15 резать, то, что на 17 болтается уже, да, будем на хлюк под 15 резать, сколько там, чтобы лишнее не снять, так, можно, в принципе, штангелем глянуть, не сильно точно, но примерно, так, сколько, 16, 16, получается, даже с половиной, все полтора миллиметра, сейчас сниму полтора миллиметра, хотя бы мне повырывать сверху эти, подушки, амортизаторы, немного сильно у gångzuета, интересно, Это не должно было сothsayerом тер欄, Продолжение следует... 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 Малость на конус вышла. Вот теперь мог слазить ключик. Способ то действенный, но так туго идешь, что уже сорвал даже и это. Прожимать просто надо было. Дай наоборот попробуем самим ключом покрыти. Ого! Тут все наверно срезать надо. Сейчас попробую. Ключ выкручивается. О! Выкручиваюсь и сразу слетел. Надо пошире ключик, чтоб был. Сами губки пошире, а то узенькие кромку плохо держат. Так вот наискосок поставим. Уже подраздало. Ёптель-моптель-вляха. Угу. Способ конечно действенный, это если вот срезать эти грани под ключ. Видно. Думаю видно. Так. Вон они. Под ключ с двух сторон две грани отрезал. Одев. Открутить можно, но открутить можно если назад закрутить было надо. Водыжки еще налить раз и еще раз открутить. А так как я дальше продолжал откручивать уже зажатое. Да и перед этим раздолбанил эту его дырку. Скорей сего. Разбил я шестигранниками, звездочками забивал туда силой. Немного разошлось оно наверно под конус. То того и не откручиваться скорее всего. Так как это у нас уже тяга слезла. И под списание идёт. Уже я не буду пользоваться скорее всего. Значит беру, просто отрезаю, болтаю и всё. Ну вот этот способ будет действенный если только-только сорвал гнездо под шестигранник. Только сорвал. Ничего там не надо ни сверлить, ни забивать туда, пытаться ничего силой. А именно сразу же надрезать с этой стороны болгаркой две грани под ключ. А здесь ключ рожковый. Ну можно аккуратнее даже нарезать. Бо у меня вышло чуть-чуть на это. С клоном так оно, так он наверное и ключ слез. Да и усилие большое сильно. А тут ужал наверное килограмм 15 даже может и более всего силы. И по чуть-чуть шло шло. Ну видно тут я вчера как забивал разбил дырку. Так что буду отрезать, убирать. Всё равно снизу слезло. А раз слезло это уже не дело. Пупим новую. На 7 долларов может и стоить там даже дешевле. Так что не проблема. Ладно, буду заканчивать я. Уже окрызать не буду показывать. Главное аккуратно, чтобы не повредить наш этот амортизатор, стакан его. Может кому была полезная информация. Кто живет далеко например там от цивилизации. Негде добыть. Этим способом можно снять. Но перед этим не надо тут ничего кого забивать пытаться. В эту где шестигранник отверстие было. Не забивать туда, не бить. Ничего не сверлись. А сорвались грани. Уже ничего не пытаться, не мучиться. Сразу же тут под ключ срезать. И закрутить. Даже можно новую тут под ключ нарезать. Когда она еще не стала, не поставила. Когда срезать под ключ, чтобы в будущем было можно легко скрутить ее. Видно вот тут пространство позволяя. Так что всё. Буду заканчивать. Всем удачи. До свидания.